Когда расстояние для партнеров не помеха, а лишь логистическая задача, на решение которой нужно время. Беларусь полна решимости развивать отношения с Вьетнамом. Об этом заявил президент на встрече с послом этой страны. Говорили и об историческом багаже, о перспективах в экономике. Вьетнам идет по Азии семимильными шагами. Нгуен Ван Гы недавно приехал в Беларусь, так что самое время провести ревизию отношений. А у них серьезный бэкграунд. Александр Лукашенко помнит времена, когда за стратегический район Юго-Восточной Азии шла настоящая борьба. Минск и Ханое уже тогда стали союзниками, остаются таковыми и по сей день. Я всегда, когда речь идет о Вьетнаме, всегда вспоминаю вот ту борьбу вьетнамского народа против тех людей, которые хотели уничтожить Вьетнам и обосноваться в этом райском уголке, в стратегическом районе Юго-Восточной Азии. Тогда мы были вместе, мы вместе боролись, мы помогали Вьетнаму и помогли победить. И это наша основа, это наша историческая память во взаимоотношениях двух государств. И я хочу вас заверить в том, что мы всегда будем ценить эти совместные времена борьбы, которые принесли вьетнамскому народу мир и в настоящее время благосостояние. Мы всегда будем делать все для того, чтобы Вьетнам развивался. Стоит сказать, что экономика Вьетнама – одна из самых быстро растущих в Азии. За прошлый год товарооборот с нашей страной – 200 миллионов долларов. Немало, но точно можно больше. Так ситуацию видит президент. Мы полны решимости развивать. Наш сотрудничество в сфере экономики – это фундамент наших отношений. Вы знаете наши возможности. Мы будем стремиться к тому, чтобы наши технологии переносить на территорию Вьетнама, создавать там совместные предприятия по производству продуктов машиностроения. Я имею в виду и МТЗ, и МАЗ, и БелАЗ – крупные наши предприятия. Мы готовы с вами сотрудничать по поставкам продуктов питания, минеральных удобрений, что сейчас весьма актуально. А для 100 миллионов вьетнамцев, наверное, это тоже будет нужное направление. Я хочу, чтобы вы знали, Вьетнам всегда был нашим другом, и таковым останется. Это главное. Во Вьетнаме запущено сборочное производство грузовиков Минского автозавода. Намечены поставки принципиально нового трактора «Беларусь» для работы на рисовых полях. Потенциальных потребителей ищет БелАЗ. Также есть договоренность о создании совместного предприятия по выпуску молочной продукции. Как заявил дипломат, по итогам встречи потенциал таков, что товарооборот можно удвоить. Стоит лишь приложить немного усилий. В развитии экономических договоренностей Александра Лукашенко и Владимира Путина правительственная делегация Беларуси сегодня работала в Санкт-Петербурге. С руководством Северной столицы России подписана дорожная карта торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на пять лет. С берегов Невы с подробностями Светлана Корольская. Расстояние между Беларусью и российским Санкт-Петербургом уже давно не измеряется километрами. Это как раз тот случай, когда все гораздо ближе, чем кажется. У нас давние партнерские отношения и множество совместных проектов. Как они развиваются на контроле не только руководства Северной столицы. За этим следит лично президент Беларуси и за это отвечает все наше правительство. Всего два месяца назад губернатор Александр Беглов приезжал в Минск и встречался с Александром Лукашенко. Тогда стороны констатировали, по товарообороту мы выходим на допандемийный уровень в 1,7 миллиарда долларов. Поставили перспективную планку. Но ситуация стремительно изменилась. И Россия, и Беларусь оказались под беспрецедентным санкционным давлением, что вынуждает прямо на ходу вносить коррективы в двусторонние бизнес-планы. Сотрудничество становится не просто взаимовыгодным, а стратегическим. Белорусский кабинет министров во главе с премьером обстановку сегодня изучает на месте. Это не просто формальный рабочий визит. Это полноценная двухдневная выездная сессия. Санкт-Петербург – город, где хорошо знают, что такое блокада. Западные санкции, хоть и поддаются под неким демократическим соусом, сегодня в итоге также хотели бы перспективного уничтожения и Белоруссии, и России. Значит, будем группироваться и прикрывать друг другу спину. Об этом договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на недавней встрече в Кремле. Как конкретно, это уже и решают на местах. В Петербурге начинают, как и положено, с хлеба и соли. Первый белорусский продовольственный форум – представительная экспертная конференция в сочетании с мини-выставкой и дегустацией продуктов. Сегодня в Петербурге уже работают более сотни белорусских магазинов. В поставках заинтересованы сетевые гипермаркеты. В условиях санкций новый принцип – друг познается в еде. Все, чего не будет хватать Санкт-Петербургу, да поставит Беларусь. Особо остро сейчас встает вопрос сырья и упаковки. Наши предприятия договариваются подстраховывать и подменять друг друга на то время, которое понадобится для перестройки. Продовольственная безопасность – это приоритет и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации, тем более в текущей ситуации. Конечно же, мы подстрахуем коллег. Мы уже на 2022 год подписали номенклатуру продукции, которую будем поставлять в Санкт-Петербург. Это объемы, практически превышающие уровень прошлого года. Поэтому я думаю, что мы и подстрахуем коллег, и это будет взаимовыгодное сотрудничество. И не только с Санкт-Петербургом. Ведь Санкт-Петербург – это логистический центр, и я думаю, что северо-западный регион Российской Федерации также будет в приоритете. Держать руку на пульсе в бизнесе и отраслевой кооперации помогает Совет делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Он работает уже более 15 лет. Впервые собирается в постсанкционной реальности. Планку не снижают. Беларусь не должна покинуть первое место по объему товарооборота с Петербургом среди стран СНГ. Дорожные карты обсуждают скрупулезно. Договорились о сотрудничестве нашей биржи, торгово-промышленная палата, есть решение о создании союза промышленников. Туда войдут МТЗ, Гумсельмаш и Петербургский тракторный завод. В целом подписана программа торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между правительством Беларуси и правительством Санкт-Петербурга на ближайшие пять лет. Задача сейчас на этом этапе воспользоваться теми возможностями, которые нам предоставлены. Опять-таки, подчеркиваю, говорим, не преодолеть вызовы и трудности, а воспользоваться теми возможностями, которые предоставлены. Мы очень много говорили о импортозамещении, о наращивании совместных поставок. Исполнить все контракты, о которых договорились ранее, еще одна первоочередная задача. Это касается и строительства, и поставок дорожной техники, и работы в инфраструктурных проектах. Минск, например, уже несколько лет решает транспортные проблемы Санкт-Петербурга. Зафрахтовано почти 900 наших автобусов, 400 уже поставлены. Беларусы дают слово, приедут все. Одну колонну машин передали городу сегодня. Лучшие образцы МКОДОРа, Белкомонмаша, МТЗ тоже привезли в Питер. Мы переходим к новой транспортной реформе. Для нас очень важно иметь качественный транспорт, который не зависит от импортных поставок. Петербуржцы также обещают исполнить все взятые на себя обязательства. Речь о первых объектах квартала, которые специалисты северной столицы построят в Минске. Никаких изменений по срокам не будет. Кстати, о стройках. Из-за санкций импортные лифты уже закрыли двери для России. Значит, открываются дополнительные перспективы для могилев-лифтмаша и совместных с ним предприятий. Одно из них работает в Питерском районе Колпино. Жилищный комитет Санкт-Петербурга уже подписал с белорусским предприятием новое соглашение о сотрудничестве. Завтра у белорусской делегации не менее насыщенная программа. Если сегодня это все-таки больше день обсуждений планов и подписания соглашений, то впереди предметная контрактная работа. Направления, которые будут в поле зрения, это медицина и фармацевтика. Белорусов ждут на предприятии Биокат. Завтра же начнет работу бизнес-форум. И, пожалуй, самым интересным станет посещение порта Бронко. Помимо услуги, где у Беларуси уже есть четкие перспективы по строительству собственного терминала, специалисты обсудят расширение номенклатуры перевалки наших грузов и через глубоководный терминал в городе Ломоносов. Светлана Корольская, Наталья Тарасюк, Александр Зонов. Наши новости. Санкт-Петербург. И сегодня состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров договорились наращивать противодействие санкционному давлению Запада. Также МИД России выразил благодарность Беларуси, которая оперативно и по-братски организовала начало переговоров с Украиной. Первые раунды прошли в нашей стране. Россия сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Об этом Москва и Киев договорились сегодня в Стамбуле на очередных переговорах делегаций. Встреча длилась три часа. Российская сторона назвала ее содержательной. По итогам глава российской делегации заявил о двух шагах по деэскалации конфликта на встречу Украине. Они будут сделаны в военной и политической сферах. Так принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. А встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с одобрением договора России и Украины на уровне МИДов. Что касается вопроса встречи руководителя государства, мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможно тогда, когда будут готовы к подписанию договора, проработанных переговорщиками и министрами иностранных тем. Предлагаемый формат был следующий. Сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встречи, после этого обсуждается возможность встречи руководителя государства для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча предполагает возможным многостороннее, с участием государственных гарантов мира и безопасности на Украине. Однако мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государства возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более, что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей. Принято решение кардинально в разы сократить военную активность на киевском и чернеговском направлениях. Исходим к тому, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы. Более подробно о принятых решениях Генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации сообщить о возвращении нашей делегации в Москву. И также я хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевской конвенции, в том числе, что касается гуманного обращения военнопленных. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток, применяемых нашим российским военнопленным. И призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры, чтобы исключить эту практику. Украинская делегация передала свои предложения по вопросу международных гарантий безопасности и назвала стран-гарантов. Мы видим реальную такую заинтересованность. Некоторые страны уже дали предварительное согласие, но мы ожидаем официальных заявлений для того, чтобы все это было сделано. И в принципе, это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины с точки зрения безопасности. Очень важно, мы вписали в договор. Напрямую это не касается, что все страны-гаранты должны не только не препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз, а должны наоборот помогать быстрому вступлению в Европейский Союз. Что очень важно для нас. Об украинских предложениях доложит президенту России. На этом очный раунд российско-украинских переговоров пока завершен. Далее они продолжатся в видеоформате. Продолжение истории со скандальным видео, где украинские военные стреляют в ноги российским пленам. Кадры в сети шокировали мировую общественность. Украинские военные пытают пленных, избивают, простреливают ноги, оставляют истекать кровью. По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских националистических формирований издевались над восьмию задержанными лицами, причиняя им множественные телесные повреждения, а также производя выстрелы из огнестрельного оружия. По данному факту, в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек, совершенном группой лиц с особой жестокостью. Следствием принимаются меры, направленные на установление причастных к этому преступлению для их привлечения к ответственности. Поначалу в Киеве оправдывались, мол, видео постановочное, однако это оказалось ложью. На ситуацию уже отреагировали в ООН и даже в западной прессе. Эта история может сильно ударить по репутации Украины, которая всячески пытается показать, что борется за европейские ценности. А представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Совет Европы и БДИПЧ в пособничестве этим преступлением. По ее словам, Запад не хочет обижать киевских подопечных, поэтому замалчивает грубейшее нарушение международного гуманитарного права с их стороны. Именно поэтому международные правовые организации и европейские чиновники никак не реагируют на факты издевательств украинских солдат над российскими военнопленными, утверждает Захарова. А белорусы продолжают помогать беженцам из Украины. Новую партию одежды и других необходимых вещей сейчас готовят в Витебске. Активно участвуют в сборе и организации, и горожане. Вещи можно приносить, можно приносить продукты, которые не скоро портятся, соки детские, детское питание. Конкретно что вас интересует? Постельное белье тоже можно. За сутки в городском офисе Красного Креста десятки звонков. Людей интересует, какая помощь нужна в первую очередь. Сюда несут вещи, продукты, питание и детские игрушки. Первая партия уже доставлена на Гомельщину, на которую пришелся основной поток вынужденных переселенцев. С конца февраля регион разместил у себя свыше полутысячи граждан Украины. В санаториях области сейчас 270 человек. Десять лет я военно служил там, в Днепропетровске, между прочим. Чтобы все у них там кончилось благополучно. Душа болит, погляжу, господи, сколько там всего, сколько жертв. Детки страдают, старики, боже мой, боже мой, за что, про что. Нам помогают и наши организации Витебской области. С глубокого нам везут сейчас сгущенное молоко, рыбные консервы. Другие организации передают нам товары, которые именно промышленные, необходимые в виде одежды для наших людей. Активно в сбор благотворительной помощи включилась молодежь. Только по Витебской области открыты 30 пунктов добра. Количество граждан Украины, которые приехали в Беларусь, с каждым днем растет. Только за минувшие сутки 800 человек. В Беларуси на реабилитации 15 детей с различными особенностями, которые пострадали за военных действий в Донецке. Сегодня они устроили символичный флешмоб. Простое желание о мирном небе над головой воплотилось в небольшом спектакле. Приехав из горячей точки Украины, сегодня они в безопасности в детской больнице Острошицкого городка. Эти дети заслуживают особого внимания. Театр, изо студии, экскурсии – все, чтобы отвлечься от ужасных событий и ощутить настоящую любовь неравнодушных людей. Что такое Донбасс и как там выживают люди, общественный деятель Алексей Талай знает из писем. Несколько лет жители региона пишут ему о своем горе. Очень тяжело было читать те письма от матерей, бабушек Донбасса, которые рассказывали, что произошло с их родными детьми, внуками, как они были разорваны смертоносным металлом войны, гражданского конфликта. В 2021 году я решился со своим другом, соратником, мы отправились туда, увидеть все это своими собственными глазами. Увидеть, что такое вооруженный государственный переворот, каковы последствия гражданской войны. Они вкусно питаются, они гуляют, они дышат воздухом, находятся в лесу. Все уже забыли, что такое взрывы. Мы их закручиваем максимально, для того, чтобы они вообще забыли, откуда они приехали. Они в этих всех положительных эмоциях даже до усталости. Гости неформального дня дружбы передали мягкие игрушки, конструктор, детскую железную дорогу, а также порадовали сладкими подарками. Тем, кто приехал в Беларусь, многие организации готовы помогать в трудоустройстве и поступлении в среднее специальное учебное заведение, уже рассматривается возможная программа отдыха в детском оздоровительном лагере. Сегодня Александра Лукашенко подписала распоряжение о поощрении талантливой молодежи. Это больше 400 молодых людей, победители международных и республиканских конкурсов, фестивалей. На финансирование расходов спецфонда президента по поддержке талантов в этом году выделят более 700 тысяч рублей. Совет Межпарламентской ассамблеи СНГ собрался в Алматы. Заседание посвятили 30-летнему юбилею организации. Начали встречу с возложения цветов к мемориалу славы героев-панфиловцев, а затем официальная часть за круглым столом. Глава белорусской делегации, спикер Совета Республики Наталья Качанова выступила за укрепление роли Межпарламентской ассамблеи СНГ и единства братских народов. На заседании подвели итог работы и дали высокую оценку ее деятельности за прошедшие годы. Сотружество независимых государств и его парламентское измерение, Межпарламентская ассамблея, приняли на себя важную цивилизационную миссию – сплочение народов постсоветского пространства единством воли, единством мысли и непоколебимым морально-политическим единством. Понимать друг друга не только разумом, но и сердцем – это основа нашего многогранного долгосрочного сотрудничества. Как справедливо отметил президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, только объединив усилия и повысив роль содружества, как регионального игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам. Также главы делегации провели двусторонние встречи. Наталья Качанова и Валентина Матвиенко уделили внимание реализации союзных программ укреплению белорусско-российских отношений, в том числе в условиях санкций. Также Наталья Качанова пообщалась с казахстанским коллегой. Внимание ценам и продуктовой корзине. Комитет госконтроля проверяет торговые сети, товары первой необходимости, их наличие и ассортимент особенно тщательно. Нарушения в магазинах стараются устранить оперативно, но есть и те, для кого визит контролеров становится неприятной неожиданностью. Наши корреспонденты отправились в рейд. У нее условия хранения не выше 6 градусов, она должна находиться в холодильнике. Это популярный магазин гомельской торговой сети. О своем визите проверяющие заранее не предупреждали. Сработал эффект неожиданности. Нарушение буквально с порога. Вот этот товар должен либо храниться в подсобном помещении, а если он находится в торговом зале, то он должен стоять на поддоне, для того, чтобы покупатели посадили и могли его убрать. Никаким образом не затвинуты вот сюда. Сам торговый объект находится в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии. Грязные оборудования, складирование пустой тары, нарушены и условия хранения продукции со специфическим запахом. Вы, наверное, заметили, входя в магазин, насколько стойкий рыбный запах. Эта рыба должна быть в этом холодильнике, но холодильник должен был быть закрыт, либо рыба должна быть вся расфасована в пакеты. Очень большой поток людей, очень большой поток товаров. Не всегда заведующую дается справляться и проконтролировать весь порядок в магазине. Но, к сожалению, сейчас такое время, что спрос просто превышает 200%, поэтому есть небольшие сложности. Магазины этой сети неоднократно попадали в поле зрения комитета госконтроля, в том числе и по вопросам ценообразования. Последний раз в начале прошлого года. Должных выводов не сделали. В этой точке к административной ответственности. Несоблюдение качества товаров, которые хранятся ненадлежащим образом, не соблюдается температура их хранения, они хранятся на полу. Сами объекты загармождены продукцией до такой степени, что затрудняет передвижение покупателей. Комитетам принято решение о приостановлении деятельности двух торговых объектов для наведения порядка и устранения нарушений. Здесь 2,5 градуса по Цельсию. То есть температура хранения соответствует требованию, которая указана на продукции, которая там находится в этой камере. А это уже Минск. Идёт такая же проверка. Позиции в ассортименте, условия хранения, температура. Впрочем, обнаружить просрочку может каждый покупатель. Телефон, приложение и на экране вся информация о товаре. Каждый покупатель может себе скачать это приложение и проверять контрольные знаки. Когда они выданы, кому выданы, на какую продукцию нанесены. Это называется унифицированный контрольный знак. Это российская сеть магазинов. Но товары здесь практически все белорусские. Ведь покупатели привыкли к своему и готовы за него голосовать рублём. Главное, чтобы цена устраивала. По ценнике тоже нормально отчёт. Нет, хорошо. Мне нравится. Мы тут живём рядом и ходим сюда-сюда. Всего хватает и цены не кусаются. И то, что говорят там где-то что-то, это, по-моему, ажиотаж люди создают. На сегодняшний день, наверное, доля белорусского товара увеличилась до 80%. Мы открыли отделы закупок дополнительно. Помимо того, что у нас был раньше централизованный только в Минске. Сейчас это Брест, это Гомель. Они уже полностью отработали целый год. И в этом году мы также планируем открывать отделы закупок дополнительно в Гродно и Витебске. То есть я думаю, что доля белорусского товара ещё повысится. Впрочем, не все торговые сети адекватно реагируют на изменения. Кто-то спекулирует и завышает ценник в несколько раз. По итогам проверок с начала года вынесено более 200 предписаний. На сегодняшний день особое внимание уделяется вопросам ценообразования, наличию в продаже товаров согласно ассортиментным перечням, качеству продукции, которые реализуются. Был такой немножко повышенный спрос населения на отдельные товары. И торговля в данном случае не справилась. Мы кое-где видели полупустые полки. Но я считаю, что здесь вина есть и розничной торговой сети, которая своевременно не пополнила товарные запасы и не смогла обеспечить тем товаром, который требовался покупателю в тот нужный момент. Но на сегодняшний день торговля уже исправилась. Они пополняют свои запасы. В целом торговые сети с этим экзаменом справляются. Рекордных цен инспекторы фиксируют всё меньше и товары на полках доступны и в необходимом количестве. В народном контроле помогают и покупатели. Или так, на сайте Комитета госконтроля работает онлайн-сервис. Если цена завышена, можно сообщать напрямую. Обещают проверку по каждому обращению. Никита Поликевич, Александр Кривецкий, Максим Вечерков, Владимир Пятенёв. Наши новости ОНТ. За санкции и последствия для европейцев от своих же избирателей получил президент Франции. Разгневанный француз всю правду о ценах на топливо и своей жизни выплеснул прямо в лицо Эммануэлю Макрону. Я понимаю, что вы мне хотите рассказать про Украину и про Путина. Легко сказать, снисти температуру дома на 2-3 градуса. Не надо мне это говорить. Я уже это сделал. Это ужасно, месье президент. Ходить в магазин, ужасно заправляться. Скажу вам честно, у меня была зарплата, которая мне позволяла жить достойно. Я мог откладывать зарплаты деньги, мог поехать в отпуск. Сегодня я стал нищим служащим. Положение катастрофическое. Как можно заправить топливом бак, если это стоит 140 евро? Цена топлива поднялась на 30% за 48 часов. Как это возможно? Подобная ситуация совсем не в пользу действующего президента в избирательной кампании. А она уже стартовала. Прошли первые предвыборные митинги. Кандидатов на пост президента Франции 12 человек. Первый тур назначен на 10 апреля. Протесты против роста цен на топливо продолжаются в Испании. Караван из 100 грузовиков сегодня перекрыл движение в городе Кадис на юго-западе страны. Техника двигалась по основным улицам в две полосы, ехала медленно и постоянно гудела. Движение в городе было парализовано. Такие акции в Европе уже не одну неделю. И власти постоянно обещают найти решение проблемы. Аллергия и испорченная домашняя техника. Виной всему мутная жидкость, которая течет вместо воды из кранов в агрогородке Коптевка в Гродненской области. Проблему пытаются решить уже около 10 лет. Кто мутит воду и что делать, разбиралась Наталья Питкевич. У всех людей такая вода. Фильтры не меняют. Когда меняют, видите, какая-то, когда полная невозможность зайти, ног не видно в воде этой. У этой воды не только коричневатый оттенок, но и неприятный запах. Жители Коптевки жалуются и на странную консистенцию, жирным налетом, который остается на посуде. От такой воды в доме сломался не один электрический чайник. И эти проблемы, как говорится, капля в море. Я пью противоаллергические. Вот как только вода стала желтая, у меня сразу высыпало. Но я сразу вот начала пить. Когда пью, то как будто бы лучше. Но если только вот забуду выпить таблетку, опять появляется. Из кранов такая вода течет почти месяц. Но в общем проблеме, по словам пенсионеров, около 10 лет. Грязная вода появляется несколько раз в год. И пить ее не решаются. Что-то пытались сделать самостоятельно. Мы сейчас покажем, что для того, чтобы приготовить пищу, мы установили свои фильтры. Вот здесь даже 5 очищающих элементов. Показывает Надежда Дучик не только фильтры, но и квитанции. Цена вопроса для пенсионеров – ощутимый удар по бюджету. Установка фильтров очистки около 500 рублей. Плановая замена каждые полгода. Еще 350. К приезду съемочной группы ОНТ на улице собрались сельчане. В агрогородке Коптевка почти тысяча жителей. Такая проблема у всех. Школа и детский сад не исключение. На той же воде варят же, готовят и компоты, и чаи, и супы. И этим кормят и механизаторов. Ну по дороге же столовая. Она же такая же самая, для всех одинаковая пища, которую готовят на этой воде. Моя невеста работает врачом. И вот она сказала, что такую воду не употреблять, не упишь, что даже нежелательно и умываться. Видишь, что мы ездим за 10 километров за водой в родник. Но умываться умываемся. Покуда у нас не забрали эту скважину. У нас прекрасная, как слеза была вода. За голубизной. Поспитали детей. Да, детей, дети выросли на этой водичке. Все, а теперь кого кормить этой водой? Вот этот небольшой холм с синим колодцем и есть та самая скважина, к которой долгое время был подключен агрогородок Коптевка. Сейчас она снабжает водой сельхозпредприятия. Раньше люди пили воду из скважины, вода которой была больше к поверхности земли подходила. И поэтому визуально она была чище, но по составу нитратов она превышала все микробиологические показатели. И поэтому ее решено было закрыть для обеспечения людей качественной питьевой водой. Была выкопана новая скважина. И установлена пару лет тому назад станция безжелезования. Однако эта проблема на сегодняшний день решается не на 100%. Показывая новую скважину со станции безжелезования, инженер ЖКХ, на балансе которого находится объект, рассказывает. Скважина глубиной 147 метров. И здесь уже проблема не в нитратах, а в повышенном уровне железа. Современное оборудование для очистки требует сервисного обслуживания. Срок подошел. Его должен выполнять сторонний подрядчик. Когда большой разбор, часть воды неочищенная попадает в сеть. Потому что большие часы разборка может пропускать. Станция безжелезования была построена в конце 2019 года. Уже прошло два года, и здесь необходимо провести ремонт клапанов и произвести переналадку. С монтажниками мы сюда выезжали, они обследовали. Идет процесс заключения договора. Периодически дежурная бригада приезжает раз в неделю. И если поступают жалобы, то два-три раза в неделю. Значит, происходит промывка и тестирование, экспресс-анализом воды на железо. Если в автоматическом режиме не получается, то в ручном режиме мы промываем дополнительно. С Кизельскому ЖКХ скважину и станцию безжелезования передало Гродненское коммунальное хозяйство в начале года. Люди не исключают, что из-за этого вовремя не провели очистку или замену оборудования. Проводится оценка риска, и риск приемлемый. Содержание железа, оно, возможно, негативно сказывается на состоянии бытовой техники. То есть повышенное содержание железа не оказывает влияния на состояние здоровья человека. Единственное, может быть индивидуальная непереносимость. Проблемной Коптевскую воду признали и местные власти, и представители ЖКХ. Говорят, поможет бурение дополнительной скважины и установка водонапорной башни, которая станет резервуаром. Рассматривается вопрос о включении этих объектов в инвест-программу следующего года. А в ближайшее время профильные ведомства обещают заменить оборудование и чаще приезжать в Коптевку для мониторинга воды. Наталья Питкевич, Юлия Ефимик, Александр Божуков. Наши новости. Гродненская область. А я напоминаю телефон нашей горячей линии 217 04 24. Звоните, и мы обязательно поможем. Доказательства страшных преступлений. Генпрокуратура начала публиковать материалы по геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной. Документы и показания свидетелей, связанные с расследованием уголовного дела о геноциде, разместили на официальном сайте прокуратуры. Там же видеозаписи, которые указывают на преднамеренное планомерное уничтожение населения республики немецко-фашистскими оккупантами и их пособниками. Публикации будут дополнять. О страшных издевательствах над белорусским народом в годы войны важно и нужно говорить. Диалоговая площадка сегодня прошла с учащимися столичных колледжей. На встрече обсудили страшные события военных лет и важность сохранения исторической правды. Пригласили узников концлагерей, которые рассказали учащимся живые истории. Нас забрали все пожитки, которые были у нас с собой. И нам предложили уже лечь на мерзлую землю. Температура была переменчивая ночью, минус 13, минус 15. Поэтому не зря, конечно, люди стали умирать. Мне тоже запомнился случай, когда маленькая девочка просила у матери воды попить, не понимая того, что мать у нее умерла. А трупов у нас не убирали. Мы выжили только потому, что это было сравнительно непродолжительное время. И пребывание в этом лагере Азарича оставило, конечно, неизгладимый след моей жизни. У нас год исторической памяти, но у нас и год исторической правды. Мы должны донести ту правду до каждого ребенка, до каждого белоруса, который не знал о том, кто воевал во время Великой Отечественной войны и кто защищал нашу белорусскую землю. Важно, чтобы, можно сказать, молодое поколение не забывало, что творилось раньше, чтобы не повторялись никакие вот такие вот войны, чтобы ничего опять не произошло, чтобы знали, вообще помнили о героях, учители их память. Такие встречи с молодежью и в год исторической памяти, и в последующие продолжатся. Масштабные диалоговые площадки пройдут и ко Дню Победы. Возможность прикоснуться к истории. Дворец независимости вновь распахнул двери для экскурсии. В этот раз гостей, как никогда много, более ста человек, и желающих посетить главную площадку страны все больше. Это не просто здание. Дворец гармонично вписался в квартал. Он был задуман более 10 лет назад, как истинный оплот независимости. Открыт в 2017-м. И сразу здесь прошли серьезные политические события, среди которых, к примеру, саммит глав государства СНГ. Здесь же самый большой в стране зал торжественных церемоний, где проходят предновогодние балы, встречи президента с молодежью, а также с олимпийцами. Но в этот раз внимание к залу, который вошел в мировую историю. Сегодня, когда проходят российско-украинские переговоры, как никогда актуально вспомнить встречу 2015 года, от которой зависела судьба ситуации на Украине. Ведь белорусы, как никакая другая нация, умеют ценить мир. Больше всего понравился зеленый зал, где происходили переговоры нормандской четверки. Очень потрясающая атмосфера. Эмоции просто потрясающие, великолепная экскурсия. Оказаться в таком месте, это не только почетно, но и интересно. Вообще узнать о функционировании этого здания, о боевой истории. Насколько здесь проработаны все детали, насколько красиво сделаны все узоры. Тут такая дружественная обстановка, то есть можно везде все посмотреть, можно все потрогать, задать интересующие вопросы. В Дворце независимости должен побывать каждый белорус. Когда человек прикасается к этой истории, возрастает патриотизм, возрастает любовь к своей стране, благодарность за то, что ты родился в этой стране. Общая площадь здания 53 тысячи квадратных метров. Из одного зала хочется попасть в другой. Кроме красоты, которая приводит в восторг даже самую искушенную публику, здесь все со знаком качества. Облицовка, убранство, мебель выполнена руками белорусов. И на наших предприятиях характеризует нас как трудолюбивый народ. Именно потому Дворец независимости занял особое место в сердцах истинных белорусов. До лета еще два месяца, но уже сейчас родителям предлагают подумать о том, чтобы дети могли провести его и с удовольствием, и с пользой. Детские лагеря готовятся к новому сезону. По традиции, одним из первых его открыли в горизонте. Чем удивит лагерь в 40 километрах от Минска, смотрите далее. Если некоторые оздоровительные лагеря только начинают ремонтные работы, то в горизонте уже вовсю слышатся детский смех и песни. Начинающие блогеры, айтишники, химики, физики и математики не только отлично проводят здесь свои весенние каникулы, но и осваивают азы своих будущих профессий. Наш оздоровительный лагерь «Горизонт» принимает детей не только летом. Летом у нас пять смен. Но и каждые межсезонные каникулы к нам заезжают дети. Уже седьмой раз у нас на территории открываются каникулы, школьные каникулы. На сегодняшний день у нас отдыхает 155 детей. Реализуем шесть образовательных программ. Для самых маленьких мы предлагаем лагерь развивающий «Горизонт Нью». Есть лингвистический лагерь «Мэджик Кэмп», айтишники, конечно, IQ Кэмп – это лагерь интеллектуального развития блогеры. И новый наш проект «Квест Кэмп». «Горизонт» – самый большой кэмп в стране. В летний период в нем может отдыхать до полутора тысяч человек. А всего в 2021 году в лагерях и санаториях управляющей компанией холдинга «Горизонт» оздоровилось более 9 тысяч детей. К сезону 2022 ожидается большой интерес. К имеющимся программам добавляются востребованные новинки. В этом году в оздоровительном лагере «Горизонт» у нас запускается новый проект. Он называется «Кампус для детей от 11 до 17 лет». Лагерь финансовой грамотности, самоподдержки, саморегуляции и то, что очень важно для современных подростков – профориентации. А вот самых маленьких – дошколят. Не только в летний сезон, но и круглый год готовы принять 8 детских садов холдинга «Горизонт». Многие из них уже перешли в формат развивающих центров. Поэтому пребывание малыша там не менее увлекательно и полезно. Профессиональные педагоги ежедневно готовы принять с радостью воспитанников, которые обучат рисованию, музыке, физкультуре. Также есть пять плавательных бассейнов для детей дошкольного возраста. Ну и образовательные проекты. В Минском детском саду номер 532, как и во всех садах «Горизонта», для детей разработано более 20 развивающих программ. Английский язык, балет, чтение, счет и даже робототехнику могут освоить дети еще до школы. Особое внимание здесь уделяют и оздоровлению. Ежедневно малыши посещают бассейн, спортивные тренировки и не забывают после про витаминные коктейли и фрукты. Солевая комната открылась в этом году, кислородный коктейль, флай-арт, который связан с новыми технологиями, тач-панелью, световые песочницы, все, что требует современного подхода к образованию, все мы стараемся применять и развиваться. Что до лагеря, то более 70% путевок в детский лагерь бронируют еще зимой. Впрочем, делать это не поздно и сейчас. Ведь, как мы помним, лето нужно провести так, чтобы было про что написать в школьном сочинении. Кристина Реут, Наталья Ехимович, Виталий Мотин. Наши новости. Завтра погодные условия в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления по периферии которой будут поступать влажные неустойчивые воздушные массы северо-запада Европы. Ожидаются небольшие осадки. В среду облачно с прояснениями возможен небольшой кратковременный мокрый снег в перемешку с дождем. Ночью утром по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедится. Влажность до 70%. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится. Температура утром от минус 4 в северных районах до плюс 2 в юго-восточных. Но с учетом влажности ветра по ощущениям на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках от 0 по Витебской области до 7 тепла по Гомельской. К вечеру от минус 2 по северу до плюс 5 по югу страны. В последний день марта и в начале апреля скажется влияние активных атмосферных фронтов. Двигаясь с юго-запада Европы, они принесут на большую часть страны мокрый снег, дождь. Наиболее интенсивные осадки ожидаются по юго-восточной половине. Ночью утром на отдельных участках дорог гололедится. Ветер северо-восточный, восточный пары весты. Температура воздуха в четверг ночью от 7 мороза по северу до 3 тепла по югу. Днем плюс 1,8. В юго-восточных районах до 10 тепла. У меня на этом все. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только.